что сможет бизнес таранту чего он не мог до этого другими решения продукты выпускались чтобы релиза релизились у нас на эту тему есть даже специальные мемы на зачем нужна синхронная репликация что такое автоматический файлов на эту тему можно развернуть дискуссию экзистенциального такого характера рост есть ну тысячи партнеров маловато если ты хочешь много кастомеров тебе придется иметь много девелоперов а вы ни разу не смотрели на ютюбе как их ловить спасибо это очень неожиданно увидеть первый раз нарезка была из 15 минут и ну что ж меня представили я уже не буду лишний раз где-то я тут встал неудачно фонит значит моя презентация сегодня будет посвящена некоторой ретроспективе решений которые принимались в процессе разработки платформы таранту чем они были мотивированы и главный лейтмотив продается только то что покупается я постараюсь раскрыть эту тему концу презентации о чем буду рассказывать ну собственно про технологии как это все выглядело сверху каким образом и какими компонентами это технология пыталась завоевать рынок каким образом мы пытались искать своих клиентов каким образом эти технологии вновь появлялись ну и расскажу о некоторых реальных проектах которые были о чем точно не буду я не буду пытаться сравнивать тарантул с другими решениями на рынке или решения которые сделаны на тарантул и сравнивать с другими решениями как появлялся тарантул тарантул появился как внутренний проект внутри тогда еще компании mail.ru и продолжал существовать таким в таком закрытом режиме примерно два года до десятого года когда он появился на гитхабе как open source предназначался он для одной простой цели было довольно много сервисов mail.ru сама почта потом там были еще различные сервисы посвященные там хранение данных и еще чему-то и довольно большой поток был по работе с профилями клиентов соответственно была нужна некоторая key value хранимая система хранения для чего использовались обычные дисковые базы и они не справлялись с потоком то есть это был очень высокий трубут разработка велась как я уже упомянул закрытом виде к моменту когда мы ее опубликовали в ней существовало несколько критически важных и нужных вещей ну поддержка репликации понятно было необходимо для того чтобы мы могли сохранить ваши данные в случае если случилось как и товаре у нас стоял один сервер который писал данные рядом стояло еще один два три сколько захотите они являлись репликами если сервер который пишет падал необходимо было переключиться на реплику но это было сопряжено с определенными сложностями главное что было реализовано в тот момент это легковесная мультипоточная обработка то есть мы не используем операционную систему для поддержки мультипоточности у нас легковесные идеология то есть у нас специальные парадигмы файберов которые сразу же подразумевают что вы будете использовать кооперативную мультизадачность то есть вы должны писать свои программы так чтобы они позволяли уступать соседнему потоку явно они просто вас там как-то подменят соответственно репликация была предназначена как я упомянул для фейловера кроме этого для написания клиентских хранимых процедур на борт был взят интерпретатор луа к тому моменту был обнаружен проект луа джит который помимо того что был интерпретатором луа был еще и средой для компиляции на лету just in time и по заявлению автора самого луа джит местами обгонял сишные компиляторы но это понятно и это действительно оправданно но для очень редких случаев специфических но тем не менее интеграция была простой сам луа джит маленький решение было принято довольно быстро давайте так сделаем он нам позволит ну и следующее решение которое за этим последовало а давайте мы сделаем что у нас тарантул это вообще луа джит интерпретатор мы на нем можем писать вообще все что захотим неохранимые процедуры а прямо сервисы прям там из-за http сервер можем нарисовать все что нам понадобится мы сможем на нем реализовать таково было вот решение в тот момент буквально сам на самой заре кроме того мы продолжили развивать масштабирование и как я говорил вот на правой стороне можно видеть репликация исходно была в одну сторону с мастера на любое количество реплик однако дополнительной разработкой мы смогли сделать журнал предварительной записи так называемый right head lock который valve все называют не для одного конкретного узла а который позволял записывать ну хранить записи сразу от нескольких узлов мультиплексированный журнал который позволял хранить записи сразу с нескольких узлов соответственно у нас получилась репликация уровня master master которая в свою очередь принесла довольно много проблем потому что если вы на двух узлах одновременно производите две записи по одному ключу то в результате у вас произойдет конфликт этой самой репликации и скорее всего оба мастера умрут вам нужно постараться что-то сделать и как-то обойти эту ситуацию есть несколько соответствующих техник но одна из принципиальных задач которую можно было решать при помощи мастер мастера на тот момент выглядело что мы сможем произвести горизонтальное масштабирование записи сожалению это конечно было ошибочным решением потому что все мастера друг в друга все равно тоже должны писать ну то есть не появятся результаты одного мастера на другом если он их не запишет соответственно принимать записи они смогут конечно каждый но как только мы их пытаемся друг с другом обменять по репликации мы получаем дополнительную нагрузку по записи поэтому мастер мастер не масштабирует запись к сожалению поэтому от мастер мастера а в принципе решили отказываться и масштабирование решили делать горизонтальным другим способом написав специальный модуль шардирования под названием в шард который занимается тем что разбивает вашу базу на заранее предопределенное большое количество кусков называемых бакетов бакетами эти бакеты раскладываются на вот такие тройки про которые я говорил в середине эти тройки называются реплика с этими то есть это набор реплик с одним выбранным мастером потому что как я упомянул мастер мастер это не очень хорошая идея конфликты а если вы договорились что здесь всегда один мастер то он пишет он собственно и мастер и есть а у них только копии однако если он погибает то вторую реплику назначить мастером ну дело не не сложно такое развитие позволило нам надеяться на то что в наших руках прекрасная платформа позволяющая реализовывать любые задачи вот любые задачи которые только могут возникать у бизнеса можно было реализовывать с помощью этого набора технологий вопрос оказывался довольно сложным тем не менее потому что продаваться это могла только вместе с набором инженеров которые будут писать вам это решение и масштабирование бизнеса тут было довольно затруднительно если у вас пять инженеров пишут для одного клиента какое-то решение ну это хорошо теперь есть у вас 10 клиентов вам нужно там 40 инженеров если у вас 100 клиентов ну уже подбираетесь там к цифрам в сотни и больше да это очень плохо масштабируется поэтому выбор что мы просто сделаем платформу и все станет хорошо с точки зрения бизнеса не очень себя оправдал из-за того что компоненты и задачи были более-менее однообразные но все время очень сильно кастомизировались кастомизировались разработка пришла к тому что мы повторяли более или менее одни и те же решения но всегда вот по новой и всегда для каждого клиента специализированы поэтому следующее телодвижение которое было предпринято нашей команде давайте сделаем супер решение которое для всех будет предлагать то что будет проще не нужно будет во первых разрабатывать писать просто надо будет настроить и использовать и таким образом появился tarantul data grid tarantul data grid мы сумели запихнуть огромное количество разных технологий там появилась и модель данных у нас там у нас появился специальный язык запросов под названием граф ql там образовались соответствующие api там появился планировщик задач там у нас появились свои своего дополнительного уровня роли и пользователи у этого продукта это кстати до сих пор еще один из самых продающихся продуктов с его помощью соответственно можно было реализовать стандартные задачи такие как и тел там мдм это вот прям универсальный такой швейцарский нож но мы опять столкнулись с тем что во первых сложности с мониторингом производительность в таком конгломерате вот этих технологий очень просто было потерять то есть можно было все настроить все начинало хорошо работать но как только вы говорили что то мне хочется там какую-то метрику добавить и у вас прям вот рассыпались ваши там килл рпс и вот вот прям проблема именно вот такая навороченности сложность а главное что вот последний пункт что мы столько туда функциональности запихнули что практически не было ни одного клиента который бы использовал все люди действительно решили конкретные свои задачи но используя вот такой вот швейцарский нож ну как известно швейцарским ножом неудобно закручивать гайки или резать колбасу лучше какой-то специализированная задача пока мы изготавливали тдг мы выяснили что нам не хватает гуи и нам нужно что-то нарисовать мы сделали вот такой юзер интерфейс который называется картридж параллельно с его появлением была разработана методика для написания распределенных программ которые у вас всегда возникают в кластере эта методика называлась роль вы описывали некоторый небольшой кусочек луа кода потом вы говорили каким из узлов или каким набором узлов эта роль применимо это все по всему кластеру распространялась и запускалась соответственно только на тех узлах где роль была применена тут была некоторая сложность все что было написано все что было реализовано вот весь ее ай и все роли они реализовывались прямо на тех же узлах которые занимались исполнением юзерского кода которые занимались хранением вашей информации то есть фактически на том же кластере который посвящен клиентской работе это приводило иногда к таким ситуациям которые мы называем шторма когда кластер имея недостаточную связность в даже временную недостаточную связность мог начинать реконфигурацию то есть они пытались переключать мастеров ну то есть ваши вот эти шарды которые там у меня троечки были нарисованы они пытались переключаться они переставали друг друга в это время видеть потому что они занимаются переключением и не отвечают координатору там или остальным соседям и в конце концов ваш кластер занимался только этим убираете с него нагрузку на запись а он все реконфигурирует не может остановиться прям вот все вот и даже убрав всю нагрузку вообще невозможно было восстановить кластер его приходилось выключать это было большой проблемой и это большая проблема была как я только что упомянул связано с тем что у нас тот же код который занимался реконфигурации исполнялся на кластере который обслуживал ваши данные кроме того сделав эту платформу open source мы надеялись что к нам конечно же побегут контрибьюторы сейчас начну значит приносить нам конкретные решения вот смотрите вот вместо этого значит контрибьюторы все это растащили себе это все нормально это без лицензии используй как хочешь и потихонечку у себя где-то клепают и рынок фрагментировался и мы до сих пор не знаем какие еще существуют большие решения на нашей open source технологии для бизнеса опять получилось как-то не очень поэтому решили нарисовать новый кластер менеджер который должен был уйти от главных проблем картридж теперь это стендалон аппликация занимается исключительно тем что она мониторит ваш кластер соответственно реагирует на его изменения но сам кластер при этом не затрагивает кроме того мы поддержали декларативный конфиг кластера то есть вы весь свой кластер описываете с перечислением где и какие узлы у вас стоят здесь точно также до сих пор используются роли вы можете точно также описывать свою аппликацию и вообще переезд картриджа на кластер менеджер на текущий момент у нас в процессе доработки потому что ну они не очень совместимы но тем не менее есть еще главная фишка в enterprise решение у нас централизованное хранилище для конфигурации то есть у вас запускается специальный там пяти там или трех или скольки скажете нодовый кластер и tcd или тех же то самых тарантулов и он хранит конфигурацию все остальные в кластере там из 1000 нод подписываются на изменения если вы из центрального места туда значит записываете что-то новенькое дай-ка я а мне не надо это не меня вот и на этом собственно все его работы заканчиваются никто не начинает парсить весь 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 конфиг там пытаться что-то с этим сделать большие надежды но пока мы в процессе это часть нашего tarantul 3.0 который выпустился буквально вот под новый год значит что кроме этого мы сделали нового значит я хотел рассказать о том что продается вот продаются действительно решение но все эти решения они основываются на некоторых технологиях исторически мы всегда упирались то что мы не будем делать технологии будем предлагать супер платформу она будет вот вообще самый классный самый крутой а вот конкретных решений как-то никогда не получалось по-хорошему сделать мы очень надеемся теперь перейти на рельсы что наша платформа по-прежнему развивается но мы на ней строим свои решения и теперь мы будем продавать решение они платформу как таковую одна из больших свершений это была синхронная репликация ну на верхнем слайде вы можете видеть что на верхнем слайде нарисовано на верхней картинке нарисована а синхронная репликация и ответ клиенту может случиться до того как запись попала на реплику вот там где происходит разветвление это в момент когда у нас мастер записал и отвечает клиенту а вот кому там что доехало непонятно если в этот момент он пропадет то клиент не увидит никаких данных до реплики могло так и не доехать больше того если вы мастер жив-здоров вы на него записали отчитать пошли с реплики последовательно после того как записали вроде бы но там все равно данных еще нет потому что она не гарантированно но она доехать не успела синхронная репликация производит в этом месте ожидания от реплики что данные доехали и только после этого отвечать клиенту поэтому даже если вы сделаете последовательную записи чтения то читать вы будете только после того как оно запишется на реплику там есть еще дополнительный алгоритм ли они линеаризуемых чтений которые специальные чтения с повышенными гарантиями вот этой линеаризуемости но они дороже это когда вы идете с таким чтением на реплику то она ждет пока до нее доедет подтверждение вот мастера что вот такие данные теперь есть это повышает гарантии кроме того поверх синхронной репликации реализован алгоритм консенсуса RAFT алгоритм консенсуса это когда ваши реплики объединенные там в тройку между собой сами могут договориться всегда кто из них главный ну кто становится мастером и как я уже упомянул чтение линеаризуемые позволяют вам с высокими гарантиями читать мимо мастера то есть мастер у вас может быть занят исключительно записью а чтение вы будете получать с реплика кроме этого в прошлом году мы начали в этом году успешно ну в прошлом смысле 22 мы начали в 23 успешно поставили клиенту и по последним данным под новый год у нас даже случилось ура ура боевое срабатывание которое не привело ни к каким потерям вообще специальное решение да я каждый раз в этом месте вынужден сходить на слайд назад требование синхронной репликации таково и фейловера в частности в вашем реплика сети должно быть минимум три ноды если одна нода пропала две другие должны между собой договориться если у вас две ноды одна пропала вторая не знает это она пропала или та нода пропала и договориться не с кем поэтому это решение применимо только на трех плюс нодах в одном реплика сети большинство наших клиентов используют двухцодовую систему два центра обработки данных как растягивать три ноды на две а если упадет там где две а если их ровно пополам поделить то у нас как бы опять большинства нет что делать и мы реализовали систему под названием tarantul clusters clusters federation который позволяет с очень маленькой синенькой нодой под названием координатор эта нода может быть распространена на несколько узлов но вне ваших центров обработки данных потому что для нее больших данных не надо вы там можете хранить терабайты для координатора хватит там пара мегабайт если у вас все хорошо этот координатор следит за состоянием двух пластеров один из которых находится в режиме active а другой в режиме passive между ними настроена асинхронная репликация пока асинхронная мы работаем над тем чтобы и эта репликация была синхронной и если что-то происходит в вашем активном центре обработки данных координатор обеспечивает буквально следующее он переключает один из кластеров а это вы сами понимаете тысячи узлов их всех надо стоп машина потом этих всех сказать ну вы теперь активные давайте просыпайтесь потом надо вот этот вот gateway апплайер тоже поменять местами ну там типа начинаем переливать потому что теперь тот пассивный вот такое решение теперь есть вот оно сработало прям успешно мы очень счастливы счастливы для чего бы такая штука могла быть применима помимо того что два цода и помимо того что это фейловер прям вот когда у вас какая-то авария там уровня цода или там довольно большая внутри цода внутри цода это позволяет на пассивном кластере временно отключив репликацию произвести тестирование новой версии вашей вашей вашего бэкэнда и вашей аппликации если вы перенаправите с балансера дублирующий поток на пассивный кластер ну так поиграться вы увидите прямо нагрузку на запись нагрузку на чтение целиком увидите на новом бэке который вы здесь нарисовали при этом у вас боевой работает как только вы там попробовали ну что там у вас понаписалось вы делаете reboot strap опять по новой новую версию аппликации переключаем продолжаем работать что-то сломалось переключили назад все стоп 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 что-то не работает то есть это не только фейловер это еще и апгрейд как мы при помощи таких вновь реализованных технологий надеемся захватывать мир теперь мы предлагаем не набор технологий теперь мы хотим предлагать конкретные коробки продукты во первых будет tarantul db это сильно проще чем тот tdg про который я рассказывал раньше здесь мы достаточно сильно гарантируем безопасность за счет синхронной репликации внутри одного кластера здесь же мы гарантируем безаварийность за счет кластер 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 федерейшн здесь же мы надеемся предложить в скором будущем интерфейс который будет ну не полностью покрывать но все-таки обеспечивать подавляющее большинство задач с которыми сталкивается редис правда на другом уровне гарантии это будет коробка которая будет решать конкретные задачи это не будет больше вот платформа приходи пиши что хочешь там и все такое нет это будет конкретно с удобной настройкой с хорошим интерфейсом то есть это будет продукт который за который ты заплатил конкретные деньги и вот получил такую функциональность кроме того развитие наших репликационных и технологий которые связаны с этим мы надеемся реализовать эффективный tarantul cdc то есть это это платформа которая позволяет вам интегрировать данные из разных источников и предоставлять их в виде каких-то конкретных альтернативных а может быть обработанных дополненных структур данных при этом мы обеспечиваем высокую производительность и перенос данных на живую то есть вы не останавливаете свои базы чтобы тут что-то вычитать или еще что-то наши клиенты клиенты которые пишут в tarantul да позволяют делать это на лету из баз данных которые продолжают работать также у нас есть два новых продукта о которых сегодня отдельно можно будет послушать на стендах будут специализированные презентации вот в 16.30 Сергей Харламов будет рассказывать про tarantul graphdb ну для каких обычно задач это может использоваться в соцсетях надо найти друзей ваших друзей ваших друзей и узнать если у них что-то там ну хорошо пошли искать а это ну вот прямой такой аналогия то же самое например если у нас заказчик служба ну налоговая служба например у которой есть потоки транзакции от разных клиентов им нужно выяснить ну а как там вообще они между собой взаимосвязаны и после этого они выясняют оооо тут знаете ли граф сходится в одну точку это надо обязательно проверить вдвойне но такие запросы вот запросто могут быть реализованы при помощи графов и базы данных кроме того вторая презентация которая будет час спустя в 17.30 мы надеемся запустить специальный продукт под названием Tarantul Q Enterprise. Это очереди. Они у нас бывают двух видов. Это либо у нас шардированная очередь, которая позволяет с большим трубутом писать сразу в несколько сториджей Tarantula. Либо это у нас брокер со строгим порядком обработки сообщений, который позволяет, соответственно, тоже реализовывать существующие требования. То есть это, по крайней мере, гораздо более привычная тема для бизнеса, нежели платформа. Ребята, мы вам предлагаем платформу. Пожалуйста, берите, клепайте себе, что хотите. Мы вас еще научим. Такая история тоже была, но нет, не продается. О чем постарался вам рассказать? Начну-ка я с конца. Вроде как я рассказывал вам про платформу, про опенсорс и все такое, а закончил тем, что у нас тут вот продукты, приходите, покупайте такой маркетинговый ход. Никуда опенсорс не девается. Мы продолжаем его поддерживать. Я СТО не Tarantula, я СТО платформы. Опенсорс. Мы будем продолжать это поддерживать, мы будем туда наши технологии предлагать. И тем, кто не представляет напрямую бизнес здесь, а является энтузиастом или программирует свои решения на Tarantula, у вас все будет. Значит, история, которая была за Tarantula, говорит о том, что когда вы принимаете решения, надо смотреть по сторонам, надо представлять себе, кем вы будете в перспективе, что вы будете реализовывать и как вы будете. Поэтому кругозор это важная часть при реализации решений. Обязательно надо за этим следить. Все развитие, сколько я тут не рассказывал, все время спотыкался. Пытались, не получается. Хотели это, не продается. Я должен сказать, что это нормальный путь для любой разработки. Что бы вы ни делали, что бы вы ни пытались реализовать или продать, у вас нету королевской дороги в геометрию, как говорил Эвклид одному из царей, нету такой, чтобы вот прямо пришел и все. Вам придется сделать все ошибки, которые вам могут быть предложены на этом пути. Вы наверняка добьетесь своего, и вы наверняка, если проявите достаточное упорство, завоюйте мир и рынок, и Тарантул вам в этом в помощь. Спасибо большое. Огромное спасибо, Сережа. Очень классное выступление, прям достойно представил Тарантул Платформс. Маленькое добавление. У нас в Телеграме есть специальный чат, куда вы можете прямо сейчас подписаться. В этом чате вам отвечают на все вопросы. Как что-то сделать? Почему у меня развалилось? Кто так пишет? Вы тут чего все вообще? Ну, приходите. Я туда тоже смотрю и иногда отвечаю. Сереж, ты так уверенно об этом говоришь, мы ответим на все вопросы, что мне хочется задать вопрос, как вы, ты знаешь, про личную жизнь, и как будто вы тоже на него ответите. Сергей, напомню о том, что слева от тебя стоит маленький черный пакетик. Не хочешь ли ты что-нибудь сказать о нем? Это маленький черный пакетик. Я подозреваю, что в нем маленькое черное платье, но скорее всего это платье не женское, а унисекс, что называется, но у вас есть возможность узнать. Лучший вопрос. Все верно, да. Получит это платье. За лучший вопрос. У нас есть первый. Спасибо за доклад. Во-первых, интересно, вот эти решения, которые озвучивали GraphDB, Q, это именно платформенные, которые доступны за деньги, или это в какой-то, в какой-то мере будет доступны сообществу. Я расскажу, вот те, которые я сейчас упомянул, это платные решения. Это прям коробка. Пришел в магазин, снял, заплатил и пошел. Это ядро тарантула и ло поверх, поверх там. Да, вот мы реализуем платформу. Ну, фактически это тарантул слэш тарантул и тарантул слэш многочисленные эти модули, которые в гитхабе можно найти. Это вот платформа open source. Поверх нее мы создаем продукты. Эти продукты, они будут иметь инструкцию по использованию, там, это руководство эксплуатации, руководство администратора, там, все, что необходимо, да, как бы там истории, как чинить, там, и все такое. То есть это другая немножко история. Но использованные технологии практически все в open source. Не все, вновь создаваемые будут сперва идти в продукты. После того, как продукт становится более major, мы становим, ну, как это, более жизнеспособным, да. Мы понимаем, что некоторые технологии уже можно выпускать в open source со словами «Ребята, у нас для вас есть прекрасный продукт, идите, пользуйтесь». Ну, а всех остальных, пожалуйста, вот тут это, развлекайтесь. И я так понимаю, это, во-первых, это коробка для продажи куда-то on-prem, чтобы ставили, использовали и облачные решения. Или как? Нет, у нас есть, нет, у нас on-prem, это один рынок. Ну, вот эти новые решения, это на on-prem и в ваше облако, или как? Как в известном фильме, и туда можно, да, клубный пиджак, да, можно и в ДК. Ну, из технических, просто, когда рассказывали про синхронную репликацию, это то, что вы там включаете, просто прибиваете гвоздями, или это то, что опционально включается? Потому что иногда это, ну, тот сценарий, который хочется получить, чтобы быстрый ответ сделать, а потом уже разбираться с тем, чтобы по репликам разносить. Сейчас скажу. Синхронная репликация, ну, действительно, в технику, я не, итак, время вот, там, да, едва уложился. Значит, репликация синхронная у нас перспейс, то есть на каждую таблицу. Вы можете создать таблицу синхронную или таблицу асинхронную. Если у вас появилась синхронная таблица, вам нужно включить синхронную репликацию рубильником. То есть это на уровне таблицы? Да. В остальные вы будете писать асинхронно, как и раньше. Все, понял, спасибо. Про GraphDB надо будет позже, да, прошу. Да, про GraphDB вам подробно и там с этим, как это, с бубнами и танцами. Большое спасибо. Следующий вопрос. Ребята, маленький черный пакетик вас ждет, поэтому, да, я вижу ваши руки. Спасибо большое, было очень интересно. И у меня вопрос про синхронную репликацию между содами. Я так понимаю, она сейчас еще разрабатывается, да? Нет, ну, подождите, когда вы настраиваете себе репликасет, вы можете одну реплику поставить там хоть в другую геолокацию. Только у вас каждый раз это. Да, и вот я просто понимаю. У нас на физике сегодня изучали скорость звука, да, это как? Это вот так. А? Так и там тоже, ну. Вот я, в общем, хочу узнать, синхронная репликация между содами, правильно ли я понимаю, что если у нас идет запись, ответ клиенту не придет до тех пор, пока репликация не будет завершена. Как можно сделать так, чтобы ответ приходил до того, как репликация еще не завершена? Как это можно ускорить и убрать вот эту вот латентность копирования данных между содами? Отказаться от этих гарантий. Нет больше никакого решения? Нет, есть есть следующее решение. Вы в одном соде ставите две реплики, отсюда третью. Кворум два. Вы здесь две записали, окей, а туда оно едет, но если здесь у вас происходит авария уровня сод, то тут у вас. Да, спасибо. Классно. Следующий вопрос. Вот я вижу, да, на первом ряду во второй части, да. Пожалуйста. А вот если сравнивать с другими NoSQL решениями, хранилищами, как я услышал, возможно неверно, что ключевое преимущество Tarantula, что это не просто движок, а это еще лоа и с помощью лоа получается платформа и можно заклеить хоть MQ, хоть там что угодно. Все так. Классно. В принципе, можете вот такие же вопросы дальше задавать. Знаете, я добавлю, наверное, чуть-чуть. Я чуть-чуть добавлю. Раз слайд пропустили, могли с самого начала тоже пропустить. Базы данных стараются исполнять некоторый набор гарантий. Например, то, что ваши записи будут обязательно либо целиком применены, либо не применены, а тамарность. Для этого вам нужно, обрабатывая транзакцию, на это время зафиксировать за собой какой-то кусок вашей базы, чтобы вот туда работать. Реализуется это, если у вас это мультипоточная обработка, а потоки это операционная система, то тогда у вас постоянно происходит взаимодействие с операционной системой. Я хочу заблокировать, а теперь я хочу то заблокировать, а тут уже очередь выстроилась, и у вас появляется такой, как это термин, я не знаю, как хорошо ли будет, легко ли будет перевести контеншн, когда у вас операционная система занята исключительно раздачей прав. А на обработку данных времени нет. У тарантула в этом смысле, я вот в самом начале упомянул, легковесная мультипоточность, реализованная в пределах одного треда. Ваша операционная система не занимается переключением тредов. И это повышает скорость работы очень сильно. Поэтому у нас с одного треда мы можем снимать там миллион записей. Это самая большая такая вот фишка тарантула. Она, конечно, ограничивает, потому что вы не можете скалироваться шире, чем один тред. То есть вот у вас миллион есть, все, больше не стоит. Ставь второй рядом. Все. Спасибо большое. Да, еще один вопрос. Вот у меня еще микрофон. Прошу прощения. Снова возвращаясь к асинхронной асинхронной репликации, планируется read concern, write concern в случае, если мы используем асинхронную репликацию. Ну, например, что мы читаем ответ там с major реплик. Как в Monge, либо как в кассандре. То есть кворумное чтение. Да. Ну, кворумное чтение, кворумная запись. Ну, что мне, например, синхронная репликация там на все слишком дорого будет. Нет, нет, нет. У нас синхронная репликация. Ну, опять, мы сейчас погружаемся в технику, но у нас вроде еще шесть минут на вопрос есть. Разумеется. Значит, наша синхронная репликация настраивается таким образом. Вы говорите, каков кворум записи. То есть вы говорите, у меня пять узлов на три пиши. Мы не можем это от вас потребовать. Мы предоставляем прозрачный интерфейс, что он сам за вас ставит n пополам плюс один, потому что иначе как бы у вас может быть, что вы только на две записали, а три пошли гулять по-своему. Это развал всех гарантий, поэтому все-таки на троих надо записать. Да, в хорошем смысле, на троих. Вот. Теперь про чтение, гарантии чтения. Те же самые, когда у вас запрос приезжает на реплику, она через поток репликации знает от мастера на каком, на текущем, грубо говоря, LSN, да, то есть какой порядковый номер записи у него сейчас есть, хотя он еще не получил подтверждение, что они доехали. Ну, в смысле, репликация не закончилась, да, но он уже знает, докуда он дошел. Она ждет, пока до нее доедет подтверждение вот этой записи от кворума и только после этого ответит. А, тогда в продолжение еще вопрос, а на синхронной репликации как тогда транзакции работают? В А синхронной? Да, в асинхронной. Значит, тут есть особенности. Если у вас в очереди на подтверждение есть какая-то синхронная запись, все приходящие после нее асинхронные записи будут ждать, они дожидаются вот той синхронной. Как только эта синхронная будет подтверждена, она и все следующие за ней асинхронные будут автоматически отвечены сразу. То есть они у вас вот так говорят. Если асинхронная запись приедет в отсутствие синхронных вообще, все работает как раньше. Ну, то есть она вообще не задерживается ни на минуту. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Остался ли еще вопрос у нас в той части? Видимо, уже нет. Давайте сюда. А давайте вот молодого человека сначала, который на четвертом ряду, потому что он уже давно тянет руку, мне кажется, пора. А потом передадим вам слово. Спасибо большое за доклад, очень интересно. У меня два небольших вопроса. Один скорее шкурный такой, можно сказать, какой-то другой технический. Первый, я довольно сильно люблю Луа рантайм, очень хороший. Но язык Луа мне не очень нравится, и я являюсь одним из разработчиков другого языка для этого рантайма. И у меня вот вопрос сэндбоксинга. То есть очень часто у Луа бывает такое, что у нас ограничена там, например, система пакетная, которая позволяет подгружать другие лодеры, которые умеют, например, читать другие языки. Вот. Меня вот волнует, как бы, можно ли, например, в Тарантуле будет писать не на Луа, а подключить свой ридер. И второй вопрос тоже сразу сюда же. Вот, например, для этого языка я разрабатывал библиотеки для как раз асинхронного программирования, которые там работают на communication sequential processes через очереди, через каналы, как в Go примерно. И тоже вот мне интересно, есть ли у вас какой-то API именно асинхронный, который можно там заинтегрироваться с какими-то своими решениями на CSP или вот там конкретно у вас какой-то фреймворк для асинхронного программирования, который коротинно использует лажный, как я понимаю. Вот. Ну, как бы такой интерес. Хорошо. Я постараюсь ответить, но, правда, этот ответ не на три минуты. Первый вопрос меня прямо вызывает подозрение, есть ли у вас какой-то инсайдерской информации. Мы сейчас экспериментируем с тем, чтобы интегрировать в Таранту, но это еще очень ранний эксперимент, рано обещать, в АСМ, веб-ассембли, который откроет нам фактически там мириаду языков, но разработка идет в ранней стадии просто потому, что мы видим основное критическое место сопряжения любого языка с нашим файберным движком. Наш файберный движок, он очень плохо ложится на корутины, кого бы то ни было, потому что корутина это всегда возврат в предыдущий контекст. Правильно же? Ну, на самом деле зависит от реализации, но можно и так, можно по-другому. То файбер это прямо вот реально скедулер, то есть кому ты отдаешь управление, ты никогда не знаешь. Поэтому тут есть сложности. А по второму вопросу у нас есть набор инструментов, у нас есть каналы, файбер-чену, и у нас есть соответственно синхронизация таким образом, то есть вы можете это, если есть планы по интеграции в язык, мы можем об этом поговорить. Понятно, спасибо. Большое спасибо. Давайте последний вопрос молодой человек хотел задать. И будет сложное решение, кому достанется маленький черный пакетик. Сережа, готовься. Спасибо. У меня вопрос про коробочное решение и включает ли оно функционал бэкопирования и восстановления данных под таблиц? Бэкопирование и восстановление, да. Мы надеемся, ну то есть… Как оно реализовано? В Tarantul DB реализация бэкапа и восстановление будет как отдельный функционал предоставленный. На текущий момент Tarantul умеет только делать снэпшоты и писать текущий вал. Но вот так, чтобы сделать бэкап, ну скопируйте их, вот весь бэкап. В какой-то момент ты копируешь снэпшот, там все текущие валы, говоришь, бэкап сделан, все. Продолжаем жить на этом, а если что, ну, достаешь из загашника. Да, это ни разу не было как бы оформлено как удобное решение, я согласен. В Tarantul DB планируем сделать. Это уже там есть. Ну а как реализовывать, вот я же говорю, на самом деле вот снэпшоты вал – это все, что Tarantul нужно, чтобы восстановиться. Ну, и memory – база данных. Любой перезапуск, надо все поднять в память, да? Вот это все равно некоторый таймап. Ну, бэкапы-то как бы ты там складываешь. Можно снэпшоты много долго хранить. Большое спасибо. Слушай, Сереж, просто потрясающе рассказываешь, вот так чисто от себя, прямо огромное-огромное спасибо тебе. Сказочник, я понял. Полный те. Кому же достанется подарок? Как тебе кажется, кто задал лучший вопрос? Их было на самом деле много, поэтому решение не самое простое. Да. И главное, они все были технические. Я так надеялся рассказать, что продается только то, что покупается, а люди-то техникой пришли сказать, ну да, давай-давай, рассказывай, а потом мы тебя спросим все равно. Ну ладно. Я думаю про новые языки, самый главный вопрос. Кого мы сможем поддержать и как? Отлично. Спасибо большое за отличный вопрос. Подарок за него. Мы его на сцену позовем, нет? Ну что, друзья, вам огромное спасибо за внимание.